всем привет итак сегодня мы с вами будем изучать дыхание кожей его еще называют эмбриональное дыхание либо младенческое дыхание до того как я буду рассказывать как делать это упражнение я немножко расскажу о наших новостях итак мы сделали новый сайт новый сайт нас на тильде и пока будет полгода существовать два адреса можно записываться на консультации на занятия на обоих адресах это линцы точка ру и второй адрес у нас линцы тильда w с адрес и ссылки будут в описании и на втором адресе нам пришлось его сделать очень очень быстро вчера к сожалению у нас падал сервер яндекса не у спадал сервера яндекса конечно вот и что получилось те заявки которые вы написали к сожалению они у нас приходили на почту яндекса и мы их не увидели вот но мы с этой проблемой разобрались мы всем написали кто волновался не волнуйтесь всем вам ответили кому все-таки не ответили пожалуйста напишите нам можно написать через наш чат в telegram либо в личку в telegram можно написать никаких проблем нет все уже восстановлено это первое но поэтому пришлось в очень быстром темпе анонсировать второй наш сайт потому что там заявки приходят у нас и в telegram и на другие почты на другие сервисы вот и плюс мы на сайте анонсировали курсы которые должны были анонсировать чуть позже давайте я про них чуть чуть расскажу тут в данном случае а анонсы идут занятий оздоровительная группа у нас работает всегда вы в любое время в принципе можете влиться в оздоровительную группу зависимости от того на каком вы сейчас уровне находитесь группы есть группы занимаются в принципе в оздоровительную группу вы можете попасть в соответствии со своим уровнем далее у нас открываются группы женских практик с 8 апреля 2023 года вот занятия будет проходить раз неделю по субботам и в принципе можно нажать на кнопочку здесь вот на сайте у нас есть и прочитать про что эта группа но это будет конкретно женские практики энергетические там немножко достаточно будет очень серьезных медитаций немножко будет достаточно легких медитаций и энергетические практики именно направленные на женские органы то есть это матка и яичники и тазовое дно то же самое приходите это очень очень эффективно в принципе эти группы у нас существует давно но я так понимаю что мы их давно очень не рекламировали и приходят у нас из года в год одни и те же люди как-то странное что ты так посчитала что надо конечно от рекламировать эти группы далее у нас есть инструкторские группы мы их раз полгода теперь будем делать инструкторские группы выдают сертификат это инструктор планетарных практик вы можете записаться на планетарные практики пройти два блока и после этого вы можете проходить инструкторские курсы следующее у нас сейчас два занятия прошли первый блок красной линии планетарные практики именно в красной линии если вы хотите присоединиться в принципе еще можно успеть если вы уже сами изучили красную линию и практику соединение с луной и мы выставили сейчас календарный график там расписано на полгода какие группы у нас будут проходить почитайте если вам интересно если вы хотите прийти к нам на занятия пожалуйста тут достаточно интересные практики отдельно хочу сказать о группе работа с родом архетипами и ресурсным каналом что это за группа это новая группа раньше мы включали эту группу в женские практики но не в мужские практики что это за группа эта группа работающая с энергией рода и первоначально мы открываем архетип матери независимо от пола и архетип отца после этого когда вы открыли архетип матери архетип отца мы открываем женский архетип и мужской архетип в зависимости от пола фактически мы проводим женскую и мужскую инициацию после этого мы открываем канал общей архетипа он общий он не женский не мужской почему так канал называется мы успела называю называли родовым каналом но обычно люди считают что рот это что-то то что здесь есть это те родственники которых я помню а то что мы с вами фактически практически все родственники как-то люди забывают так вот мы открываем этот канал и далее когда он открыт мы начинаем работать с ресурсным каналом есть такой канал и проводится ряд очень серьезных медитаций чтобы его открыть когда он открывается вы можете про это спросить есть люди в чате кто его уже открывал в чате в телеграм и вам расскажут подробно когда он открывается появляется возможность для того чтобы к вам ресурсы приходили почему потому что нас детство убеждает что ресурсы это что-то такое для чего надо очень 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 тяжело трудиться и с одной стороны это хорошо потому что ничего не должно даром даваться а с другой стороны когда нас приучает что мы за каждую каждую какую-то небольшую денежку должны очень 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 серьезно поработать это очень плохо тогда люди всю жизнь трудятся 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 на какой-то работе и совершенно выбивается и сил а ресурсы так и не приходят это значит что заши закрыт этот ресурсный канал его надо открывать и вот на этих практиках это будет для девочек я думаю что всем девочкам надо пройти и женские практики и практики с архетипом мужчин могут приходить конечно практики просто с архетипом для того чтобы прийти на практике с архетипом надо хотя бы один раз попробовать практику красная линия она у нас есть бесплатном доступе на канале и так дыхание кожи посмотрите пожалуйста на картинку что такое дыхание кожи кожи кожа у нас действительно дышит я помню что у нас ученые все было одно мнение было второе мнение что кожа дышит кожа не дышит даже помните историю когда мальчика накрасили золотой краской у сперва прыгал бегал ему было так интересно что он такой весь золотой а потом мальчик умер почему это как раз про то что кожа тоже дышит и она нуждается в кислороде именно который поступает через кожу с одной стороны с другой стороны у нас же энергетические практики соответственно мы с вами качать будем кожу энергию до для кожи тоже требуется энергия как это делается давайте мы наметим себе на руке какую-то пору да вот у нас есть на коже такие неровности точечки это поры если на пору посмотреть микроскопом то вы увидите что упора представляет из себя такую воронку и внизу воронки там закрыта а вот если пора открывается пора открытая тогда если посмотреть микроскоп то там будет отверстие пора открыта так вот в эту воронку можно дышать энергетически вот вы наметили одну пору наметили а теперь представляем что туда заходит энергия белый туман представили при вдохе вдох белый туман заходит пауза выдох белый туман выходит еще вдох выдох еще вдох выдох и так вы дышите ну хотя бы минутку может быть две поры первый раз когда это делается дышим а после этого мы представляем что таких пор у нас много смотрите на картинку человек как будто весь в точечку представили если кожа вся в точечку а у нас есть энергетические каналы внутри соответственно человек сам весь как губка и в губку заходит энергия через кожу выходит энергия заходит энергия выходит энергия давайте представим что мы весь в такую точечку то есть вот вы смотрите на пору до опоры продышала теперь представьте что таких пор много поры открываются то есть вы весь в точечку и вдох легкие не напрягаем главное представление вдох со всех сторон потянули в себя белый туман пауза выдох еще вдох и выдох вы сейчас прости откуда здесь белый туман у нас везде вокруг нас очень много энергии и давайте вдох выдох выдох еще вдох потянули 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 пауза выдох и вот первоначально мы продышали а теперь нам надо представить что когда мы дышим заходит белый туман а выходит отработанная энергия отработанная энергия она светло-серого цвета и выдох будет светло-серый светло-серая энергия она тяжелее соответственно когда с вас выходит светло-серая энергия она сразу же попадает вниз давайте представили и вдох выдох светло-серый туман выходит еще вдох выдох вдох и выдох еще вдох выдох вдох выдох и еще вдох выдох хорошо когда вам надо набраться много энергии если вы еще на практике дерево то дыхание кожи это очень очень эффективная практика даже лучше чем дерево когда вы достигнете какого-то определенного уровня в этой практике то тогда дыхание легкими вас будет очень замедленное если не двигаться особенно то можно сделать несколько вдохов в минуту не больше такое будет состояние очень интересно и вокруг вас вы будете чувствовать как будто повышенный слой энергии будет такое ощущение ну вряд ли мы с вами достигнем каких-то очень больших высот в этой практике хотя люди могут очень серьезно тренироваться знаете есть такие люди которых погружают скажем на 40 минут воду и они дыхание задерживают на 40 минут это как раз и есть эмбриональное дыхание то есть они дышат кожей и в неподвижном состоянии можно достаточно долго продержаться если вы умеете конечно это делать а а если начать двигаться то конечно нет вот именно поэтому эти люди неподвижно сидят либо их куда-то там закапывают есть такие да интересные очень представление когда человека куда-то там закопали в какой-то там мешок да потом выкопали он живой он дышит это все эмбриональное дыхание если вы научитесь таким образом дышать что это дает это дает очищение микроканалов у нас кроме как крупных каналов у нас есть еще и микроканалы и вот микроканалами ничем не очистишь кроме как вот таким дыханием а микроканалов у нас очень много соответственно мы работаем с вами на то чтобы наша энергоемкость увеличивалась то есть не чтобы мы набрали энергию набрать энергию это приблизительно как воздуха набрать в щуке и что выдыхать же тоже надо также и с энергией то есть вы приобретаете энергию и обрабатываете и обработанную энергию выводите из себя соответственно чтобы вы почувствовали себя энергично надо энергиемкость приобретать чтобы приобретать энергоемкость значит что все каналы должны работать и мелкие крупные всякие все каналы должны работать соответственно так как мелких каналов намного больше чем крупных соответственно таким образом вы можете набрать большое количество энергии и добавляется энергоемкость даже на одну треть если у вас очень были забиты каналы эти мелкие то вы прям почувствуете приток энергии и я еще хочу напомнить что у нас продается книга наука внутренней силе первая часть это кстати практика относится к первой части и это в первой книге и наука внутренней силе вторая часть и на этом все всем пока